здравствуйте ну вот как я и обещала мы на этом же месте встречаемся с вами чтобы продолжить разговор о дивной технике вышивки под названием хардангер для того чтобы вот эти вот ниточки укрепить и для того чтобы окошечки стали более красивыми как я уже показывала мы сейчас с вами сделаем вот эти вот обвивки и их несколько способов я сейчас покажу вам почти все из них здесь еще одно правило если для гладьевых групп я использовала толстые нить для вязания то для оплетки я буду использовать ирис то есть нити потоньше так работа будет выглядеть изящнее и красивее этому правилу я следую незыблемо и так нитку мы с вами закрепим потом мы с вами это уже делали вывожу иголочку в окошечко слева от решетки так удобнее первый способ обвивки такой самый простой я беру и просто подхватываю все эти ниточки решеточки и обвиваю витки нити должны лежать достаточно плотно друг другу чтобы было красиво вот получился одинарный столбик переход я буду делать таким образом естественно под прямым углом к следующему к следующей разделке к следующему переплету оконца и покажу вам другой способ переплетения это самая обычная что ни на есть штопка я выведу между двумя нитями иголку и буду перештопывать вот таким образом под двумя нитками на встречу под следующими двумя под двумя ниточками на встречу под следующими двумя раскрывать тайны так раскрывать вот я дошла до серединки столбика что я сделаю я хочу сделать пико я вот так петелькой раскладываю ниточку и внутрь этой петельки я ввожу иглу то есть у меня нитка проходит под иголкой такой нолик рисую под иголкой и когда я вытяну ниточку у меня образуется маленький узелочек я нитку сразу же уведу а узелочек останется и с другой стороны я повторю все то же самое для второго пико то есть рабочие нитью я обовью иголку подтяну меня получится пико с другой стороны и закончу обвивку вот я дошла до конца столбика сделала переход под квадратиком ткани между двумя нитками следующего следующего столбика который я буду обвивать и буду я его а я обвивать еще одним способом третьем смотрите как я буду это делать я сначала обовью две ниточки простой обвивкой как делала первый раз только по очереди когда закончу первый столбик перейду ко второму и отдельно обовью его и у меня получится рядом стоящие два столбика тоже очень красиво вот я вам показала три способа обвивки одну из них даже спико наслаждайтесь теперь нужно будет закончить всю эту решеточку любым выбранным способом можно скомбинировать как захотите главное чтобы было красиво сейчас я покажу вам как делать мальтийский крест этот элемент эту красоту можно делать как и в начале обвивок так и в середине элемента вот смотрите в самом центре элемента полный мальтийский крест а вот здесь весь квадратик заполнен этими мотивами мальтийского креста сейчас мы с вами сделаем один для пробы но я думаю что вы все поймете и итак у нас с вами целиком не не подштопанная не обвитая решеточка одно оконце мы начинаем с того что захватываем две ниточки из четырех и идем к центру нашего квадратика обвивая две ниточки мне нужно обвить половинку длины вот этого вот перехода вот эту половинку длины я сделала а теперь смотрите что я буду делать я подхвачу две ниточки которые находятся под прямым углом к тем что мы сейчас занимались подхватила и буду выполнять штопку опять подхвачу первый столбик уйду ко второму ниточки буду класть равномерно вплотную друг другу так чтобы они не ложились одна на другую видите у меня получается штопка и одновременно у меня получается один из лепестков мальтийского креста вот этот лепесточек я буду продолжать примерно до серединочки стороны с одного края она у меня уже подготовлено она у меня уже обвитая а с другого края я сейчас ее доделаю то есть просто обовью вот у меня получилось четвертушка мальтийского креста для того чтобы доделать мне нужно будет сейчас заполнить центр вот точно таким же образом то есть перехожу к следующему столбику до половины укладываю витки вот мы с вами дошли до необработанных нитей я их подхватываю и и начинаю перештопывать все когда мы вот этот вот прием повторим четыре раза в центре у нас возникнет мальтийский крест вот он красивый готов видите и у меня кончилась ниточка как я уже говорила я увожу иголку вместе с ниточкой под соседний перештопанный столбец нитка закреплена надежно для тех кто любит супер надежность как я можно еще дополнительно капнуть клея ну вот наш чудесный вышитый мотив в стиле хардангер почти готов но есть такой закон дизайна который я уже упоминала неоднократно он звучит так глаз ищет подобное чтобы мы с вами что-то сочли красивым мы должны цветам найти пару ну например цветам или формам так вот у меня звездочки модера сделаны чудесным зеленым цветом ниткой с люрексом я хочу этот цвет поддержать а заодно показать вам еще очень красивый прием в технике хардангер который называется прямой клеточный шов очень красиво выглядит вот так вот этот прямой клеточный шов вот он выглядит в изделии такими клеточками сейчас я покажу вам как это делается нитку оставляем чтобы потом закрепить уже известным нам способом я буду делать клеточный шов с длиной шага три клеточки вот это правая нижняя точка и будет моей точкой номер один вывела нитку в точку один отсчитала вверх раз два три ниточки по своей отмеченной линии и увела иголочку наискосок точка 3 у меня будет левым нижним углом первая часть прямого клеточного шва готова теперь точка 4 у меня будет совпадать с точкой 1 а точка 5 будет находиться по диагонали точка 6 совпадет с точкой 2 и завершу я клеточку вот в этой верхней точке первая клеточка готова теперь я опять внизу отсчитываю три клеточки раз два три начало этого шва у нас будет неизменным первая точка всегда будет правой нижней в правом нижнем углу опять три клеточки вверх и следующая точка у меня совпадет точкой уже вышитой клеточки то есть одна сторона квадратика у нас все время будет одинаковый для общей для двух клеточек общая стеночка второй квадратик завершён и теперь по понятной схеме отсчитав три ниточки у нас с вами ткань равномерка нам это удобно делать я буду повторять эти нехитрые движения чтобы мне завершить отделку по кругу есть ниточки красивые в работе но очень капризные это например тулип мой любимый скользкий блестящий гладкий но очень сильно крученый или та нитка которой я шью сейчас вот видите она закрутилась и шить уже неудобно как поступить в этом случае просто приподнять работу так чтобы она оказалась на весу и свободно отпустить ниточку иголка остается на месте нитка раскручивается и шить дальше опять одно удовольствие вот прямой клеточный шов красиво обронил наш элемент вышивки хардангер мне несказанно повезло рассчитайте пожалуйста чтобы у вас в уголках красиво соединялся этот шов мой ангел хранитель подсказал мне что его надо в данном случае делать три на три клеточки я угадала а вообще нужно рассчитать в идеале чтобы вот обрамление было красивым и так разделки попробовали обвивки попробовали клеточный шов сделали мальтийский крест сделали давайте теперь сделаем самый красивый элемент на мой взгляд который называется эдельвейс вот здесь на этой подушке эдельвейс выполнен ну правильным способом на прорезном окошечке а я сейчас хочу показать вам как можно сделать этот же самый эдельвейс этот же самый мотив но без прорезания нитей у меня это получится практически плетение иглой вот посмотрите тот же самый эдельвейс только без прорезания ниток совсем на плоскости мы сегодня с вами целый день работаем с мелкими формами вот и у меня в маленьких пяльцах маленький кусочек канвы и центральный элемент у меня будет 15 на 15 клеточек я буду использовать контрастные нитки и в основу эдельвейса положу 8 лучей из толстой желтой нитки обратите внимание если вы решите сделать канонический эдельвейс вы обошьете по схеме как вам будет нужно квадратик окошко и когда будете вырезать нити центральные нити видите они сохранены то есть решетка квадрат в основе эдельвейса находится на нитях ткани и только диагонали из дополнительных вшитых нитей а мы сейчас с вами все восемь лучей сделаем из толстой желтой нитки мне нужно определить диагональ и нужно определить центр вот я нарисовала 8 лучевую звезду основу своего эдельвейса теперь мне осталось закрепить нитку и начать самое вкусное для того чтобы мне было проще вам объяснять а вам нагляднее видно я закреплю центральные нити вот эти пересекающиеся своей звезды я выведу иголочку в центре и буду идти против часовой стрелки вот в этом основной фокус вот это и очень сложно понять когда читаешь описание того как делать эдельвейс нитка у меня на лицевой стороне я подхватываю два лучика получается что у меня один обвитый а под второй ушла нитка что я делаю дальше у меня же нужно чтобы у меня в центре были обвиты все восемь лучиков дальше я поступают также я подхватываю две ниточки у меня одна обвитая а под второй просто лежит нитка заготовка для будущего виточка вокруг лучика я опять подхватываю два лучика еще один виточек готов а про себя я все время считаю эдельвейс очень красивый элемент он все-таки требует к себе трепетного отношения я про себя все время считаю вот раз-два-три-четыре пятый луч у меня будет пятый луч первый виток 51 61 шестой лучик первый виток 71 81 круг пройден у меня иголку ушла под два луча первый круг обвивки завершён и теперь как вы уже догадались поехали на второй круг то есть у меня будет второй ряд первый луч 21 кладу петельку на один лучик а иголку увожу под два второй ряд вторая петелька второй ряд третий лучик 2 4 2 5 2 6 2 7 и 2 8 все восемь лучей обвиты я хочу проложить шесть витков по каждому лучику сейчас я этим и займусь вот мы с вами прошли я 7 кругов прошла мне очень понравилось и получилось такое солнышко лучики и ребрышки и под ним такое колесико обвивки из-за того что я по центру лучи закрепила у меня образовалась еще милая желтая серединка обратите внимание если мы с вами делали бы канонический эдельвейс у нас лучи пошли прямо бы от центра но тут чуть чуть сложнее потому что первые витки будьте внимательны все то же самое только они съезжаются в одно место что делать дальше а дальше мы будем делать прием применим прием который уже с вами попробовали мы будем эти лучики перештопывать и использовать вот эти вот дальние переходы колесика ниточку у меня под лучиком сейчас я иголку вот почему здесь тоже важно чтобы было гобеленовая игла в виду под одну нитку оплетки колесика она у меня теперь посередине между двумя лучиками под ниточкой колесика и опять верну под лучик и буду повторять вот эту штопку опять под ниточку перехода а теперь под лучик под ниточку перехода под лучик у меня получается такая же штопка как на мальтийском кресте витки я укладываю плотно но не туго и заканчиваю я лепесток эдельвейса под ниточкой между лучиками таким образом я перехожу к новому лепестку и к новым виткам я опять подхватываю ниточку зелененькую ухожу под желтенький лучик для того чтобы эти лепестки получались ровненькими и красивыми тоже можно считать а можно делать на глаз укладывая витки плотно плотно друг другу но не туго не стените узор ну вот смотрите наш с вами чудесный эдельвейс закончим еще раз как заканчивать если бы вы делали канонический вы бы закончили где лучик обвели бы до конца лучик и увели бы нитку под гладьевую группу вот как здесь то есть у меня получаются четыре ниточки основы закрыты лепестками а диагонали перелиты ниточкой дополнительной а здесь у нас с вами двухцветный цветок на основе на не прорезанный получилось вот так красивый цветок мне так нравится хвостики этого эдельвейса вы можете как угодно украсить можете на концах лучей пришить бусинки можете вот как я здесь сделать маленькие стежочки такие как куриные лапки получится но в любом случае будет красота красот мне очень нравится на мой взгляд о хардангере как и о любом другом рукоделии которые очень нравится и в котором много тонкостей которые достигаются познаются на опыте можно говорить бесконечно и вот я вам показываю всякие загадочные штучки а что же это такое а это без корню вот классическая без корню вот берлинго вот зигугу а вот пиндибуль мне кажется эти штучки очень даже достойны того чтобы о них мы поговорили но это будет в следующий раз ась на сегодня все как всегда жду ваших писем для хвостушек до свидания до следующей встречи в следующей встречи